всем здравствуйте сегодня мы узнаем как любую или почти любую картинку сделать пикселизованный чтобы у нее пиксели были здоровые и казалось так как будто бы она специально сделана для игр всяких для ретро дэнди и сеги и всего такого в общем вам понадобится вот этот photoshop вам можно брать картинку с прозрачностью неважно на самом деле у меня без прозрачности так лучше видно сначала нужно зайти вот сюда изображение затем режим если у вас photoshop на русском языке ищите аналогичные названия здесь нам понадобится индексированный цвет это нужно для того чтобы цветов было поменьше например dendy и sega они не могут показывать бесконечное количество цветов как это может делать компьютер у которого миллионы цветов в те времена на экранах можно было только ограниченное количество цветов отображать у вас по нажатию выйдет вот такое окошко здесь если еще не выбрано выбираем перцептивное местное не знаю что то аналогично должно выйти даже если вы это не выберете вот здесь указываем количество цветов ну что-нибудь кратное 8 потому что раз уж мы ретро занимаемся то очень часто количество цветов кратно 8 8 цветов вы можете выбрать если вот здесь у вас нажата предварительный просмотр вы увидите на что это будет похоже 8 цветов это очень мало для даже для этой картинки видно насколько все упрощается можно выставить 16 мне нравится то как сейчас выглядит 16 цветов можно выбрать скажем 24 или 32 цвета на ваше усмотрение в общем 64 цвета почему бы и нет затем вот это поле можно оставить каким то есть ничего не выбирать здесь вы можете заставить компьютер сделать так чтобы обязательно у вас был белый цвет картинки обязательно черный цвет например или так называемые веб цвета или так называемые основные цвета вы можете это делать и можете это не делать это совершенно неважно вот например сейчас у меня обязательно появился черный цвет, потому что вот как-то без него оказывается никуда. Веб-цвета довольно ворвиглазные, какой-то непонятный розовый цвет появляется. Можно не выбирать ничего. Вот это означает прозрачность. Этот флажок можно убрать, если у вас на картинке изначально прозрачности не было. Это совершенно ни на что не повлияет. И вот здесь, вот это поле посередине. Отвечать за то, как мы пытаемся максимально приблизиться к оригиналу. Потому что несмотря на то, что у нас всего 16 цветов выбрано, мы можем постараться сделать так, чтобы флажок немножко больше был похож на себя. Вот то, как он выглядел в начале. Если вы выберете, например, вот здесь, то у вас будет здесь... Сейчас это плохо видно, но можно немножко попробовать приблизить. Как-нибудь так. Сейчас это не приближает, потому что, видимо, вот это окно мешает. В любом случае, да, вот пожалуйста. Мы видим, как пиксели перемежаются. Одного и того же... Одних тех же двух цветов, они местами меняются, и издалека кажется, что у нас немножко другой цвет, чем он есть на самом деле. Вот, пожалуйста. Но здесь откуда-то фиолетовый появился. Ну, это может быть обусловлено тем, какая была картинка изначально сама. Вот на восьми цветах. Вы можете выбирать и другое количество цветов. Тут совершенно неважно и полностью на усмотрение художника. Затем, вот здесь паттерн. Паттерн это когда вы можете сделать повторяющееся перемежение. Довольно красиво выглядит и может как-то повлиять на конечный результат. В основном это метод проб и ошибок. То есть смотрите, что вам нравится, что вам не нравится. Выбирайте сами. После того, как вы посмотрели на то, что у вас получается и удовлетворенно хмыкнули, вы можете нажать ОК. Например, меня устраивает то, что я вижу сейчас. Дальше, следующий шаг. Снова нажимаем Изображение. Здесь выбираем Размер изображения. Не размер полотна, а размер изображения. Появляется такое окно. Здесь нужно выбрать что-то поменьше. Количество пикселей должно быть относительно маленьким, потому что исходя из него будут потом появляться наши укрупненные пиксели. Я выбираю ну скажем 120 точек по высоте. 88 получается по ширине. Если у вас не нажат вот эту цепь, нажмите ее, чтобы сохранить пропорции изображения. 120 вполне достаточно. Можно сделать меньше при желании скажем 80. Ну давайте попробуем вот эти 80 на 58. Нажимаем ОК. Картинка стала намного меньше и это как раз то, что нам нужно. Теперь снова нажимаем изображение. Снова нажимаем то же самое размер изображения. Здесь теперь мы можем выбрать тот размер, который нам нужен у финальной картинки. Здесь желательно выбирать числа, которые будут кратными тому, что у вас сейчас первоначально находится. То есть вот я выставил 80 пикселей, теперь я попробую выбрать что-то, что будет кратным этим 80 пикселем. Я знаю, что 4х8 будет 32 и умножать на 2, на 4, на 8 это как раз то, что надо. Возьмем например 320 пикселей. Вот пожалуйста, уже мы видим, что будет неплохая такая картинка. Можно еще на 2. 32 умножить на 2 будет 64, 640 пикселей. Вот пожалуйста, нажимаем ОК и перед собой видим флажок, который пикселизован, над которым можно дальше работать, если есть желание как-то его подправлять. Например, вот здесь вот этот серый пиксель можно убрать. Ну, тут уже все ограничивается вашей ленью и фантазией. Соответственно. Всем спасибо за внимание, кто смотрел. Почем покупал, потом продаю. В интернете миллион таких руководств. Кому нравится, ищите дальше, смотрите еще. Я уверен, что есть примеры и объяснения намного лучше моего. Но если кому-то понравится, ставьте лайки и так далее, и так далее. Всем спасибо, пока.